Диснеевская принцесса На этот раз на пешеходной Куйбышево расположилась ярмарка. Самарские производители приготовили для гостей настоящий пир. Сыры, рыба, мёд, ремесленные продукты. Чего здесь только нет. Гостям предлагали попробовать яство на вкус. Ну и какая же ярмарка без дегустации? Вкусно? Да, да. Очень вкусно, кстати. Ряды растянулись от площади революции до улицы Льва Толстого. Этот участок считался главной торговой улицей города в 19 веке. Атмосфера именно в это время и переносит. Только с современным колоритом. К огромным фигурным караваям сразу же набежали любители селфи. Звуки, под которые вальсировали на балах, сменяются ритмичными современными мотивами. Ну а вместо самой вкусной истории, петушка на палочке, здесь карамель побольше и поярче. И завлекающие зевакшуты. Все на ярмарке, пусть карамель побольше, слава и друзей! Все очень интересно. Ярмарка, все вкусно, дают пробовать. В общем, все отлично. Здорово, неожиданно попала сюда, никогда не была и уже на праздник попала, так сказать. Очень красиво, очень колоритно, разные абсолютно здания, абсолютно разных эпох. И мне, в принципе, очень нравится и чисто. Гостям фестиваля приготовили сюрприз, исторический квест на знания города, из-за чего день стал богат на самые неожиданные встречи. В разные времена Куйбышева называлась по-разному. Казачья, хлебная, плавная, дворянская. И вот сегодня она именно дворянская. Самара будто перенеслась в 19 век и здесь можно встретить кого угодно. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я купец Шабаев. Как вам атмосфера на торговой? Атмосфера прекрасная. То, что мы, купцы, создавали веками. Вот она. Многолюдная, много народу, много лавок открыто. Все очень хорошо. Цветет Самара, цветет. И направился купец Василий Шабаев проверить свое имение, а заодно и горожан на знание истории улицы. Всего на ярмарку заглянули семь купцов. Их наградили лентами почетных гостей. Покупатель и продавец. Всему делу венец. На торжестве наградили и тех, кто сегодня трудится в сфере торговли. В Самарской области в этой сфере занято больше 300 тысяч человек. Она самая востребованная. Открываются новые торговые центры, ярмарочные площадки, магазины пошаговой доступности, новые оборудования появляются, новые формы обслуживания, новый ассортимент товаров. И все это благодаря профессионализму наших работников торговли. Любимая самарцами пешеходная ленинградская на один день превратилась в самое сердце Москвы в Арбат. Здесь тоже развернулась торговля. Как дела? Отлично. Людям очень нравятся авторские вещи. А что вам продаете? Мы, кожевники, ремесленники, мы продаем авторские работы. Любители вкусно поесть оценили площадки от самарских ресторанов. Мастер-классы по приготовлению блюд. На одной из площадок гостей угощала глава города Елена Лапушкина. Она ловко жарила котлеты для бургеров и угощала гостей. Я вам сейчас подготовлю. Ресторан «Бачьян». Вот так вот, правильно, смотри. Бургеры «Бачьян». Вообще отлично. Мы делаем массаж корове. Сверху. Торжество продолжалось до самого вечера. На ярмарке выступали музыканты. Уличные художники рисовали шаржи на прохожих. А хореографы учили самарцев кружиться в вальсе. Мария Левина, Дмитрий Мешканцов. События.